Всем привет, друзья! Вы, как всегда, на канале Пластилин. Начинаю новый осенний сезон разбора старой техники. Сегодня будем раскладывать на атомы и молекулы старый DVD-плеер. Как обычно, наливайте чаек, кофеек, какао, берите что-нибудь вкусненькое, устраивайтесь поудобнее, ну и, конечно же, погнали вместе со мной. Кстати, в ближайшее будущее, даже очень ближайшее будущее, должно быть видео про макулатуру. Пойдем сдавать на приемку всю вот эту бумагу, так как в моем царатчике практически не осталось свободного места. Этот DVD-шник был найден мною на одной сельской свалке, называется Saturn. Вот такая модель ST-1701. Поддерживал вот такие форматы, MPEG-4, DVD, CD, CD-R, CD-RV. Также можно было смотреть фоточки. Ну и задняя панелька, целая куча различных разъемов. Вот такое все ржавое. Писали мне в комментариях, попробую проверить. Но я думаю, здесь и проверять нечего. Шнур, кстати, обрезан. Вес этой штуковины 1,890 кг. А вообще, плеер не сильно маленький. Наверное, одна из первых моделей мне попадались, наверное, в половину меньше размером. Как обычно, откручиваю все винтики. Снимаю крышку. Скорее всего, это видео будет называться «Сколько меди в DVD?», хотя интуитивно чувствую, что ее здесь будет немного. Но в любом случае, что-нибудь найдем. Целиком сдавать по цене металлолома. Такие вещи жалко. Так, снимаем верхнюю крышку. Ух ты! Даже диск есть. Диск пиратский, самопальный. Разобрал я этот китайский почерк. В общем, это чудеса на виражах. Это мультик такой был в 90-х. 17-й по 34-ю серию. Можно будет диск проверить. Пересмотреть мультики детства. Так, это платка питания. Уже вижу медяшка. Здесь есть, здесь и, скорее всего, в этой катушке. Тоненькие проводочки. Разъемы. И самое главное, мозги этого DVD-плеера. Вот такие чипы четырехсторонние, двухсторонние. Это чипы памяти. Целая кучка таких конденсаторов. В общем, разбираем дальше. Часто мне пишут, почему я не разбираю шуруповертом. Купи себе шуруповерт. Друзья, шуруповерт у меня как раз и есть. Но пользуюсь им очень редко. Не знаю, почему-то привык все по старинке. Просто разбирать отверткой, не спеша. Так и разбираю. Такая оплатка. С обратной стороны абсолютно пустая. Эти DVD-плееры как-то прям очень быстро вышли из моды. Если видеомагнитофонами люди пользовались лет 20-30, то вот такие штуковины у нас начали появляться где-то в 2003-2004 году. Стоили очень-очень дорого. Но где-то в 2010-м про них уже все забыли. Появился быстрый интернет, флешки. И потребность в дисках быстро отпала. Все раскручено. Достаем внутренности. Так. Вот они наши моторчики. Один, второй, третий, шестереночки, платки. Здесь еще должен быть лазер, в котором есть позолота. Попытаюсь достать как-нибудь диск. Здесь у нас кнопочки. Возможно, есть какое-то посеребрение. Еще одна платка у нас вот здесь имеется. Только-только ее заметил. Экранчик. Полубочонки импортные. Некоторые люди их собирают. Но я такое дело не собираю. Они практически пустые. А вот эту микросхемку или чип двухсторонний я обязательно заберу. Вот эта кнопка включения-выключения. Хотел как-нибудь цивилизованным способом достать этот диск аккуратно. Но его вроде как конкретно заело. Придется отламывать вот эту пластмасску отверткой. Аккуратно, чтобы не повредить диск. Так. Есть такое дело. Вот наш диск. Сейчас все проверим. Вот. Вот. Ё-моё. Все работает. Все чики-пуки. Вот такие компоненты удалось добыть из этого DVD-плеера Saturn. Это уже чистый металлолом. Здесь у нас металлолом перемешку с пластиком. Также в моторчиках есть немножко миди. Платки. Вот такие маленькие платки. И провода со шлейфами. Начинаем с самого жирного. Достаем трансформатор. Всего-навсего вот такое количество меди с этой платы питания удалось мне добыть. Думал, еще одна катушка будет, а это оказался обычный конденсатор алюминиевый. Вот такая платка. По бедности можно снять еще вот эту микросхемку и предохранитель. Чашечки латунные. Ну, а все остальное смело можно сдавать на приемку как бытовые платы. Протер вот эти разъемчики под тюльпаны и они оказались латунные. Сейчас буду все эти штуковины снимать. Кстати, друзья, кто не знал, Сатурн это не самая дорогая техника. Я бы сказал, наверное, самая дешевая, бюджетная. Поэтому ожидать от нее какого-то чуда конечно же не приходится. Как-нибудь аккуратно поснимаю. Вот она вся латунь, которую удалось добыть с вот таких разъемов. самая ценная как по мне в такой технике это вот эти большие четырехсторонние чипы. В них есть внутри золотые волоски. Также вот такие двухсторонние микросхемки тоже с содержанием золота. Еще где-то год назад я такие современные радиодетали даже не собирал, все выбрасывал ошибочно полагая, что в них вообще нету ничего ценного. Есть у меня такая копилочка мои золото валютные резервы. Здесь собираю весь импорт. Это с телевизора большие микросхемы, в них тоже есть золото, но совсем немножко. Больше всего содержится вот таких четырехсторонних чипов. это двухсторонние процессор от компьютера, понятное дело, самый жирный. Плашки с памятью. Но вот такое современное барахло я стараюсь даже сплат не срезать, хотя некоторые люди собирают даже вот такие кварцы. Здесь если есть золото, то совсем немножко. Вот такие транзисторы собираю, потом добываю с них медь. Чтобы достать эти чипы, не нужен никакой строительный фен, достаточно обычного канцелярского ножа. Ножки совсем тоненькие, они запросто срезаются. Вот и всё. Микросхемка сама вылетает. Вот эти остатки от ножек можно сразу же обрезать тем самым канцелярским ножом. То же самое и с остальными микросхемками. Это у нас уже память. Такие чипы, конечно же, хорошо принимают скупщики. Дорого. Но как вы знаете, друзья, я и сам планирую в ближайшее время добывать золото, поэтому всё коплю. Скоро будем колдовать. Советскими радиодеталями, которые содержат золото, серебро, платину и палладий у меня немножко получше ситуация, но это уже тема для отдельного видео. ещё здесь очень много таких маленьких импортных КМ-ок. Их тоже принимают, но их так просто не снять нужен строительный фен. вот вот так выглядит разобранный дисковод. Это мусор, железо, три моторчика и лазер с платкой небольшой. Оставлю его. Моторчики не знаю, сейчас разберу, гляну. Если нормальная медь, достану. если её там один грамм, всё пойдёт металлолом. Но у меня хватило терпения разобрать только один такой моторчик. Это просто ужас. Минут пять его, наверное, распутывал. 2,2 грамма меди. Вот это дело отправляется, наверное, в металлолом. Ну, или просто оставлю себе моторчики вполне рабочие. Это кнопочка включения этого DVD-плеера. Начал её разбирать. Думаю, засниму. Мало ли будут какие-нибудь контакты серебряные. Но пока ничего не видно вообще. Нашёл контакты. Они вот такие небольшие. Протёр напильником. Короче говоря, обычная медь. Серебра здесь нет. Друзья, делюсь с вами своими впечатлениями и эмоциями после разбора этого DVD-плеера. В общем, здесь всё очень плохо. Если вы чисто охотитесь за медью, мой вам совет, обрезайте шнур. Всё остальное выбрасывайте в металл. Мне сегодня вдвойне не повезло, шнура здесь не было. Ну, а если же хотите добыть пару грамм латуни, пару грамм меди и немножко золото, содержащих радиодеталей, пожалуйста, разбирайте на здоровье. Ну, а для нас теперь навсегда останется загадкой, почему же эти DVD-и так дорого стоили в своё время. Но три совершенно ничего ценного нету. Медь 11 грамм. Вот такое количество проводов, понятное дело, обжигать не буду, нету смысла. Их здесь 39 грамм. Ну, посчитаем, примерно 20 грамм миди с них получится. 12 грамм латуни, алюминий, считайте, что его сегодня даже не было. Платы с радиодеталями практически 200 грамм. В таком виде уйдут на приёмку. Железо 1 килограмм 220 грамм. Итого после разбора мы имеем вот такие смешные цифры. Конечно же они примерные, так как в DVD не было шнура, в нём была медь и пару грамм латуни. В общем 20 гривен 20 копеек это 53 рубля 49 копеек или же 75 центов мы заработаем, если отнесём всё это дело на приёмку. Если бы я изначально сдал это DVD как обычный чермет, получилось бы примерно в половину меньше. Ну, плюс вот такие чипы достались бонусом. Их я не всчитывал. Чуть не забыл, ещё был найден диск с мультиками. Это как утешительный приз. Друзья, всем спасибо за просмотр. Как обычно, ставьте лайки, пишите комментарии. Как вы знаете, я на них всегда отвечаю. Поиски металлолома продолжаются. Теперь они будут чередоваться с вот такими разборами старой техники. поэтому, кто не подписан, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего интересного. Не прощаемся, до встречи в следующем видео. субтитры субтитры